Уже название «Территория России» может вызвать у любого русского читателя какое-то недоумение, удивление, а может быть и возмущение. Русские читатели прекрасно знают о том, какую большую роль в этой войне сыграли партизаны Денис Товыдов, Александр Сеславин и Фильм и другие. Но вряд ли кто-либо из них может представить себе, что в то время казанские действия применяли не только русские, но и наполеонские войска. Большинство россиян воспитаны 12 миллиардов марксистской литературы. Само мысли об этом проходит за невероятное даже качество. У русских читателей наверняка возникло то, что каким это образом они и вторжения могли применять подказанские действия. Уже сто с них с лишним лет этому читателю вбивают полную мысль о том, что партизанская война является частью народной войны, и что партизаны не дают добра в мальцы из числа гражданского селения, которые предполагают правду сами по словам собственной совести. Уже более десяти лет попытались этому показать, что в начале революционной войны это партизанская война понятие партизанской войны понималось совершенно иначе. Сами участники той войны, я не буду это объяснять, но сами участники понимали как партизанской войны действия небольших мобильных армейских отрядов на францах и видимых на коммуникациях противника. Партизанские действия осуществлялись в двух формах. Это представление надеянных летучих корпусов и повседневные беспокойские предприятия со стороны так называемых партий. Исходя из этих понятий, присмотримся к действиям некоторых отрядов мобильонских арм. Вот, пожалуйста, первый сюжет. Заживаю ему Министерственная экспедиция, потому что она действительно Министерство не только читателю, но и даже почти всем историкам. Либо один, упомянул только один польский историк, Вариан Кутер знаменит. Начнем с того, что после борьбовской битвы, эта Смоленская армия двинулась к Москве, как и раньше, с двумя колодными городами по тракту Слангов в 4-й и 5-й пульсе. Но мало кто знает, что еще южнее этого Смоленского тракта был послал еще один отряд, а именно бригады галактических шварежеров генерала Кальбера. 1-й польский и 2-й голландские полки по командованию полковников Датанкура и Ватасина. Это невидение пресекает до того, что официально документов не сохранилось и опираться нам приходится почти исключительно на мемуарные свидетельства, которые в большей части помещены между прочим в полковые истории этих двух известных полков. Так вот, 9 сентября, все началось 9 сентября, когда Мюрат атаковал Можайск, и в тот день эта бригада названная получила приказ перекрыти его флана. И дальше Цетину, а это 9 сентября, а на следующий день она получила приказ, что Цетину направится в качестве партизанского отряда и направится на дорогу из для того, чтобы достать армию Павлианков и проводников и чтобы осветить правый фланг Алангада. Таким образом, задачей этого отряда было оседлять новую коммуническую дорогу. Датанкурин, полковник Утнасstein, пишет, что у Лавры взяли в качестве проводников нескольких христиан, но эти рабы знали страну только на расстоянии от одного и летних ее от своего жилища. В тот день бригада прошла в Алисея Гаратова. Поясню, что исключая два служебных польских эскадронов, бригады оставалось только два польских и плюс четыре голландских эскадрона, итого шесть, и числен чуть больше тысяч человек. 11 сентября в свой режим захватили русских пандемых 30 и отправили в главную квартиру, потому что, как в полях заметили крестьян, которые спасались в лесах и приближение в арктистке куланов. Убегали просто так. Хлоповский пишет, еще один офицер польского полдата. В нашем полкунку несколько офицеров и солдат уроженцев Волыни, Водоли и Украины, которые хорошо говорили Хлоповский. В Волгаре у нас всегда находился один из таких офицеров и несколько солдат. Так что крестьяне принимали нас за русских. Тем более, что в русской армии были такие же лубанские толки, у них было на то, как и так, не было на наши. Впрочем, прореки не скрывали, однако, что они такие на самом деле. В тот день бригада добралась до города. Там у меня на карте все открыто. В 12 сентября перестали слушать гром орудий со стороны главной дороги. И, в конце концов, польку попал в плен, а лейтенант Стюерс из колландского толка, он все-таки добрался до короля капиталства и получил приказ продолжать в плен, а лейтенант Стюерс из колландского толка. Так вот. И дальше, значит, население, как пишет один из участников похода, почти все население, значит, убегало в леса. И сапушек этих лесов наблюдалось от движения бригады. И уже сразу было понятно, что ни одно движение противника не скрылось от глаз этих людей. В тот день, который уже с 13 сентября, кстати, Владимир Николаевич, большое спасибо. Он только сказал, что приказ, там уже не опубликовал. Приказ бильяра, начальника штата. Ну, да, так нам сказано, что в 13 сентября туда же, в этом же направлении направлялась бригада генерала Баруана. Но нет ни одного документа, подтверждающего, что этот приказ был исполнен. Поэтому пока останется только Кальбер. Значит, в 13-го добрались до Малково. И, значит, как идут по карте, все бригада перекрыла эту самую новую камушескую дорогу. Но в Малково остался только пост, а сама бригада перебралась в Фанинское, крупное поселение. Кстати, у Стюраса, о котором мы говорили, у нас есть карта, к сожалению, сейчас нет карты этого Фанинского. Здесь нашли в Фанинском, это большое поселение, все ему пять христиан, которые, как они говорили, убежали от розысков казаков и управляющего князя Бонгарукова, которые, согласно приказам из Москвы, должны укупили вооружить всех христиан Битрови и, под страницом смертной казни, направить их в армию. Эти христиане, которые остались, были единственными в этой стране, кто не испытывал к нам ненависти, как их господа. По местам капитана в городе были разграблены ванны казаков, которые покинули 10-го числа у детей жителей. Затем Датанбург, в частности, описывает христиан, которые, в общем-то, пытались оказать сопротивление Уанам. Значит, христиане получили беги и собирались покинуть свои жилища. Остановили многих из них убегавших с валенкими полосками, нагруженными парахивом, хлебом и группой. И захватили большое количество этих пик, которые были сломаны и сожжены. Дальше он ехидничает насчет того, что русские фабрики не должны были отягощать козлы, поэтому пики эти, на самом деле, были палками средней толщины, не равной длины, имеющей только железный клинок с одного конца. Как большой гвоздь. Это все оружие будет изготовлено в Москве и даже, как нам сказали, в Калунии и Кули. Одна деления будет сопротивляться, но не верит по наказанию. Ну и там сокращаем цитатуру. Затем, из русских уже документов известно, что 14 сентября для защиты Бородска, это ближайший город от Харминска, был послан 200 тазаков из полка комиссарова, 200 гонских тазаков, ну и плюс еще местное ополчение, ну то есть прогнозы. Так, 13 сентября была стычка, опять же, у голландцев, и офицер, который укладил, который с конфессуровкой, пояснил, что это уже были гонсы, действительно казахи, а не ополченцы. Капитан Беронсо, из 2-го полка голландцева, писал о казахах. Эти люди в разнообразной одежде и головных уборах выглядели грязными и обморными. Они были вооружены длинными, грубо сделанными шердями, снабженными своего рода гвоздями вместо наконечника. Они сидели до скверных маленьких и изнуленных лошадят, которыми управлялись с помощью простых пустичек. Почти так же писал об этих казахах, но это, скорее всего, ополченцы, конечно, и из Тюверсов. Они высоко громоздились на своих маленьких лошадках, а с иглом для них служили подушками. Они ловко громоздили пиками, которые за неимением ремешков просто держали в руке. Сам генерал Кальбер, и тут у него происходило с раньше казахами сталкиваться, объяснил своим подчиненным, что казахи – это блестящее его прикровение. Они были безупречно ненормально в постах, в разведках и в малой войне. Они не могли похвастаться индивидуальной храбростью, но их манера действовала, им была противника. Их атаки были беспорядочными, сопровождаясь пронзительными криками, что вашего они противника, которого они старались обойти и взять с пылами. Но если не смещаться им забываниями и противостоять им решительно, они не смогут атаковать, остановятся и разойдутся. Если направят на них пушки, ружья или пистолета, они тут же рассеются. Я над конструктировал у своих уаннов. Так вот, действительно, в тот день шерст, когда он из Шеплицы, он, понятно, с первого полка, был отправлен по левому берегу Нары. Там атакция как раз отражена. И, проехав 12 верст, переправился в Каменском на правый берег. Дальше цитирую до Танкура. Прибыль в деревню под названием Каяково. Это все реально. Он нашел ее охраняемой крестьянами. Несколько наших вооруженных лужин выстрелили по их разведчикам. Эту деревню окружили и влетели туда гробом. Дело было минутное. 300 или 400 крестьян были собраны на площадь. Вместо того, чтобы их уничтожить, им сказали, что мы идем в войну не с ними, а только с русской армии. Лучшим доказательством этого является то, что мы хотим поселить этих несчастных, которые бросили свое оружие. И пики недавно изготовлены, которые нелегко были поляками с изжимой. Ну, в общем-то, все подобные описания, я опять же их сокращаю, нам описывают однозначно именно ополченцев, которые стояли на раховушских координах. Другого оружия. Но слова генерала Кальбера не прошли даром. И действительно, он сам Деланцо... Деланцо был послал на реконструкцию, и он как раз применил на практике совет генерала Кальбера. Ну, значит, и в стуле, в общем-то, Кальберта считал, что у него задача исполнена. Он понял, что дорога дороги не стоит угоражает, русская армия, и вернулся в Москву. Ну, действие можно считать партизанским, просто отдельный объект, и сами участники прохода назывались партизанами. Дальше второй сюжет можно показать, только карту. Эта экспедиция десущего Варбо, она состоялась, как это неудивительно, почти в те же самые дни, что и описанные в вышингских дизайне. Значит, вот я нарисован, я рассказывать не буду, поскольку лимуар Варбо шерст был известный, недавно еще и по-русски были опубликованы. Это еще один пример партизанских действий, причем он сам, в мемуарах, себя имел и партизанам, и желательно судьба партизана, приходится судьба партизана. И третья экспедиция, эта третья карта, она относится уже к совсем другому театру военных действий, это уже действие саксонцев и шварценберга против адмирала Чичагова. Здесь действовал, как видно по этой карте, партизанский отряд, на приеме, если как это называется, шрайф-корпс полковника Шайтера. Это австрийские драгуны, немножко кусарки и тюкуты. Значит, поясню ситуацию. В это время, сверху этой карты показано, что оба корпуса, австрийские и саксонские, бросились преследовать за стен Сагина. Отряд Шайтера был выделен для прикрытия фланга этих двух корпусов, и тут он успел совершить два нападения, разбил два казачьих ополченческих полка. И эти действия тоже можно считать партизанскими. Тем более, что, как еще сам Кармасов писал, в этой опыте удаленной, заболоченной, истинной действия местных мест, что на огромном пространстве между действующими армиями действовать можно было только малыми отрядами, каковы и, собственно, являются партизанскими. Поэтому, еще есть, например, я буду сокращать. Если подходить к этой войне не взято, а из определений и понятий, которые употреблялись самими участниками войны, то в ней можно открыть какие-то странные ранее невиданные истории. Большое спасибо за внимание.